Добрый день все те, кто продолжает отдыхать с пользой для духа и тела И находит время провести несколько минут с нами Олегом Соловьевым И Ксенией Вьюшковой В эфире новогодний эфир Десна ТВ И мы продолжаем делиться с вами интересными новогодними фактами, ну и просто хорошим настроением Олег, а ты знаешь, подготовка к Новому году в советские годы была большим квестом для всех членов семьи Надо было раздобыть подарки, необходимые продукты к праздничному столу, достать самую красивую елку К торжеству готовились сильно заранее, наверное, именно поэтому Новый год был одним из любимых праздников всех людей Сейчас все иначе, магазины ломятся от еды, с родственниками мы видимся по скайпу А новогоднее волшебство стало частью маркетинговой кампании производителей игрушек И от этого нам становится немного грустно Давайте понастальгируем и вместе вспомним, какие атрибуты советского Нового года уходят в прошлое Действительно, доступность мобильной связи и интернета сделали свое коварное дело Традиция собираться в Новый год всей семьей и ездить в гости к дальним родственникам постепенно уходит в прошлое, особенно в крупных городах Теперь вместо того, чтобы встречаться с родственниками в офлайне, мы просто открываем на телефоне скайп и уже через минуту обмениваемся новостями в онлайне И это прекрасно, если это делают те, кто живет в разных концах планеты, а не на соседних улицах Но давайте не будем забывать, что самое важное с нами происходит в реальной жизни И что нашим родным по-прежнему приятно, если мы навещаем их и лично поздравляем с праздниками Некоторые россияне уже давно встречают каждый Новый год за пределами страны Ближе к праздникам сад в Турагенск кишат горящими путевками в жаркие страны По бросовой цене можно улететь из холода в тепло и на 9 дней забыть обо всем на свете, включая главный праздник в году Вряд ли наши дедушки и бабушки одобрили бы такой порыв Ведь встречать Новый год дома, украшать елочку ватными игрушками и стеклянными гирляндами было важной традицией Для всех семей в СССР Оливье и середку под шубой начали притеснять другие кулинарные лакомства Заказать суши из ресторана, устроить мексиканскую вечеринку или итальянский Новый год Кажется, традиционные оливье, середка под шубой и бутерброды с красной икрой С каждым годом становятся все менее популярным праздничным угощением Что ж, людей можно понять За десятки лет традиционное меню приелось Салат оливье теперь можно купить даже в магазине у заправки А середка под шубой теперь считается вредной для здоровья Пожалуй, только бутерброды с красной икрой до сих пор остаются для многих желанным угощением Новый вид зимнего спорта – диванинг В последние 10 лет очень полюбился россиянам Лечь перед телевизором с тазиком салатика и пролежать так до самого Рождества Вот что мы предпочитаем активному отдыху А как проводили новогодние выходные раньше? Сходить 1 января на каток или проторить лыжню по свежему снегу в лесу? Еще каких-то 30 лет назад трудно было представить лучший способ провести новогодние выходные В 21 веке постепенно пропадает волшебство и новогоднее чудо Все больше родители считают, не стоит пудрить детям мозги и поддерживать их веру в новогоднего волшебника Пусть с младенчества знают, что подарки приносят мама и папа, бабушка и дедушка А как же история про волшебника, который залетает ночью в форточку Или тихонечко подкрадывается в квартиру, пока все спят? А это чувство настоящего чуда по утрам, когда дети просыпаются рано-рано утром Чтобы быстрее посмотреть, что положил под елочку дедушка Мороз Вот эта потеря и правда обидная Увы, сказки в нашей жизни становятся с каждым годом все меньше И, наверное, от каждого из нас зависит, как долго Новый год будет ассоциироваться с волшебством, чудом и особой магией добра и перемен к лучшему Советуем сохранить себе частичку того самого классического праздника, который с волнением ждешь и воспоминания, которым потом согребают еще долгое время Программу для вас вели Ксения Рюшкова И Олег Соловьев До завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова